Можно я скажу еще два вопроса, которые меня больше всего волнуют в жизни? Я не знаю, что с ним делать. Первое это с работой, потому что когда прихожу на работу, мне давит на голову. Давит на голову сильно. Потом я там скандал произошел с директором, и после этого скандала у меня на голове как будто бы пробой вот здесь в двух местах, голову ломит по-страшному, там что происходит неизвестно, у меня с ним какие-то конфликты, все как бы наезжают на меня. Я не знаю, может что-то там есть у них такое или на работе, потому что вот когда директор Наталья, это в случае шоколадкой там был, когда мне сущность подтянула, потом она эти пирожки на кладбище носила, что как будто бы открывала, как бы, ну то, что у нее бизнес-то бы ушел. Наталья, да? Да, может она меня к этой работе привязала, и как бы, ну как-то вот мне все некомфортно получается, и непонятно вообще чего. Постоянно какие-то наезды, я постоянно оправдываюсь. А почему вы оправдываетесь? Это ваша тренировка? Не знаю почему. А потому что вы жертвите, вы не должны оправдываться. Вот, вот убрать... Понимаете, до тех пор эта ситуация в вашей жизни будет, пока вы не натренируетесь. Понимаете, у вас получается так, жизнь можно поделить на некоторые вот такие фазы. Да, вот фаза тренировки. Тренируются маленькие дети. Они рождаются, идут в садик, в школу и начинают учиться. То есть вот это учение. То есть вы уже взрослая тетя, и вы продолжаете учиться, то есть получать эти шишки. Это как в школе. Пошел первый класс, не закончил первый класс, снова пошел первый класс. Не сдал экзамены, снова пошел. Не научился читать и писать, и снова пошел первый класс. Ну, научился чуть-чуть, пошел во второй класс, и снова 10 лет сидит. Вопрос такой. Все дано по нашей воле. Это конная вселенная. По нашей воле. Если ваша воля на то, чтобы учиться и получать шишки, то это у вас и будет. Когда вы скажете сами себе, о, Ира, стоп, это не надоело. Я перехожу совершенно в другое измерение, я в другое пространство перехожу. Я начинаю жить. То есть не тренироваться, а жить. А что это означает? Это означает, что вы моментально как бы перемещаетесь из этой зоны ученика, перемещаетесь в зону хозяина своего вот этого всего пространства под названием жизнь. И скажите, пожалуйста, если вы хозяин, а не какой-нибудь там наблюдатель, да, которого, или ученик, если вы хозяин, вы же сами выстраиваете план своей жизни. Вопрос, зачем вам оправдываться? Я личность творческая, хочу творю, хочу вытворяю, мне вообще все пофиг. Конечно-то хорошо говорить, но это мое начальство. Если я начинаю говорить свое, они, ну опять вы, Ирина, ну опять вот так, мы с вами невозможно разговаривать. Я говорю, я считаю, что вот это так, то почему вы меня не слушаете вообще? То есть они как бы вот начальство, да, а я же подчиненная, и вот как бы вот так. Мне такое ощущение, что мы с ней в прошлой жизни где-то какая-то завязка есть, как будто мы уже с ней сталкивались. Ирина, все вопросы нужно решать. Вы пришли. Это воплощение последнее. Это воплощение последнее. Мы должны это понимать, что мы стоим на пороге, мы или сдаем экзамен, то есть это все проходим, или снова будем с этими всеми вариться в одной каше. Но не все зависит от одного сеанса. Вы должны это делать на практике, то есть научиться, или с ними сотрудничать, или себе решить. Да, это вообще не моя работа. Найти себе другое занятие. Потому что обычно все проблемы бывают там, где это не ваше призвание. Человек, который... А начальство не нравится. Это в магазине одежда для беременных. Я с ними так же разговариваю с беременняшками. Прямо вот так вот, сюсюкаю, люлюкую. Прямо вот мне-то нравится работать. А на меня, блин, мы из того, что молодец Ирина, да, одни наесты. Ирина, а вам не пора начать свое собственное дело? Вы знаете, если в бизнес... Нет, это неправда. Это ваши просто страхи вами. Есть такое правило. Если у вас нет денег, вам нужно открывать бизнес. Если у вас денег нет вообще, вам нужно открывать бизнес срочно. Потому что деньги бывают, и свобода только, когда вы занимаетесь собственным бизнесом. Вы сами выстраиваете свое... свои правила. Понимаете? У меня голова не очень соображает. Тем более, после всего вот этого, у меня вообще-то всю жизнь таким каменной головой жить. Вот. Понимаете, что под текст вы говорите, я не готова взять мою жизнь под контроль. Поэтому никакие, никакое количество, никаких сеансов вам не поможет до тех пор, пока вы не вырастите из-за этих своих маленьких штанишек. И вот самый вот такой момент, вообще для меня, я не знаю, где мне вообще жить. У меня такая ситуация, что вот когда свекровь умерла год назад, да, у меня там будет трехкомнатная квартира, там пока муж живет. Я говорю себе муж, но мы с ним в разводе лет 7, не живем вместе. Поэтому у нас разные, как бы, поля с ним, да. И пока мы эти лет не жили, он каждый день в бутылке водки. В общем, вот как бы так. И потом, вот сейчас почему-то такое пошло, что надо его квартиру продавать, вроде как разъезжаться, да, менять ее. Мы все, мы нашли его вариант, нашли нам вариант с дочкой, ну там ипотека получаться на 10 лет. Вот думаю, ну ладно, потянем. И потом, когда я продавала квартиру, в этот день у меня какой-то пошел страх, истерика. Я такая думаю, я не хочу быть одна снова, я не хочу эту ипотеку на 10 лет. Я прямо так заволновалась. Я отказалась в квартиру, сказала, что будем жить вместе с мужем. Он согласился. Вот, квартиру там обои все снять, ободрали. Я потом понимаю, что я жить с ним не хочу. И вот я в таком же ситуации, что вот сейчас мы снимаем эту квартиру, да, нас уже будут потерять, потому что не продавать. И вроде бы, не знаю, пыль ее менять, и жить с ним как бы снова расходиться. Либо с ним быть вместе в этой трешке всем по комнате. Но мы с ним вообще разные совершенно. Не хочу с ним соединять в полякции. Я вот думаю, что будет, как это мое подсознание, моя душа. Ирочка, работать с блоками, денежные блоки. 40 дней вы бы подышали вот по свияшу. Прощение денег. Понимаете, у вас же страх. Это страх. А что такого? Понимаете, вы сами себя блокируете. Зачем вам чужой мужик? Он не ваш. Вы с ним. Вам нужно, наоборот, идти вперед. Сзади то, что уже не вернешь никогда. Понимаете? То, что сзади. Некоторые постоянно живут в прошлом. Они не могут находиться здесь и сейчас. Некоторые постоянно живут только в будущем. Вот они тут экономят. Они это. Наша жизнь представляет собой только здесь и только сейчас. Одна секунда прошла, ее уже нет. Этого уже нет. Прошлого нет. Для многих и будущего никогда не будет. Вышел на улицу, машинка сбила, и уже нет будущего. То есть вопрос, зачем жить в будущем, если оно зависит от сегодняшних решений. А вы боитесь. У вас страх. Понимаете? А ваше будущее зависит от тех решений, которые вы примете сегодня. А не в будущем. Сегодня. Вот сейчас, в данный момент. Или вы боитесь, или вам плевать на страх. А что такое страх? Так, страх на самом деле, это когда человек сам придумал, сам боится. Вы боитесь своих страхов, а не реальных вещей. То есть вы сами уже себе прогнозируете, что у вас не будет денег на то, чтобы выплачивать эту ипотеку. Что у вас это, это. То есть вы себя уже напугали так, что у вас уже паника. Вопрос. А кто виновен? И слова страха. Сначала я все хотела, все, я разложила по полочкам, проведу сеанс, подышу на деньги. Ну все, у меня все шло, шло, шло. Но последние там 2-3 дня у меня все ступор, у меня паника, у меня срыв. Я что делаю? Не продышались. Эти блоки вас. Раз. Это блоки эти, которые психоэмоциональные блоки. Они у вас сидят до сих пор. Это раз. Во-вторых, недоверие ко вселенной. То есть вы не знаете кона вселенной, вы не понимаете, как это работает. А работает это таким образом, что если мы живем в гармонии с конами вселенной, то мы защищены. То есть мы вместо того, чтобы прогнозировать себе несчастье, прогнозируйте себе счастье. У меня все легко, да вы молодая красивая женщина, да вам еще родственную душу найти. У меня еще просто такое, постоянно есть хочется. Ну, это у меня сработала какая-то программа, когда муж много ел. Я так на него смотрю и как-то и говорю, ну как так можно много есть. У меня в голове щелкнуло, и с тех пор я просто вот ем. И у меня заканчивается тем, что у меня потом срыв ЖКТ начинается, что у меня пришло как раз 9 марта. У меня сейчас весь живот болит, есть ничего не могу, голова раскалывается. А это основа психология, чистая психология. Вот такие, понимаете, вот это такие манипулятивные штучки, скажем так. Потому что на самом деле мы думаем, вот, а как же это возможно вообще? Да как он так мог? Да как она могла так? А на самом деле легко. Люди могут все. Лида может выложить видео. 25 обвинений мою сторону и все так перекрутить, что вообще там ни одной вообще правды нет вообще. Она же вообще даже и о моем мужчине, будущем мужа, она вообще тоже не знает, она краешком уха что-то услышала. Но она же придумала такую историю, что якобы и я там ей звонила, и то, и все. Она даже приписала тот сеанс, который у нас назначен только на 18 число, она это приписала, что это она этот сеанс заказывала у меня. То есть, типа она это делала. То есть, там нет правды вообще ни одного слова. Я даже не смотрела. А я должна была посмотреть, правда, не до конца, потому что я ее подала в суд, и меня просто обязали все эти нюансы выписать, и как было на самом деле, предоставить информацию. Так что я должна была это сделать. То есть, у меня вопроса не возникает. Да как это так? Да очень просто. Человек имеет право делать все, что он хочет в своем личном пространстве. Это мы живем в пространстве свободного выбора. Почему? Она на самом деле очень хорошо нам помогла. Потому что вот эти все люди эзотерического склада ума, манипулятивного склада ума, которые еще не готовы к освобождению, они все отпали. Их не так уж и много. Я смотрю, под подписчиком, там тысячу с чем-то человек. Да? То есть, они отпали. И мы сразу почувствовали с Тарасом, как наш канал укрепился. Он стал чище и лучше. И спокойнее. И спокойнее. Смотри, посмотрите на наши комментарии. Раньше там всякой гадости было, а сейчас нет. То есть, это все отпало. И так оно происходит. Все по этажам. Раскладывается по полочкам и по этажам. Вот эти энергетические, низковибрационные ушли к этим эзотерикам безграмотным. А те, которые понимают, хотя бы интуитивно, они связаны с первотворцом, с чистыми энергиями, они поднимаются вверх. И когда вы говорите, что на нас, до нас будут клевать, чтобы вы понимали, пока эта система не закончится. нас будут постоянно клевать. Но когда мы... И почему они будут клевать? Они будут клевать только в одном случае, если мы будем отстаивать истину. Как только мы, не мы, это нас не касается, потому что мы твердо все стоим на позициях истины. Но так оно срабатывает. Они пытаются стянуть каждого в свое болото, в свое болото. Но как только... И когда человек соглашается с ними, сидит в этом болоте и квакает, как лягушка, вместе с ними, вот тогда они начинают облизывать этого человека. Все хорошо. Как только вылазит, знаете, как в этом анекдоте, не гони волну. Понимаете? Потому что, представьте себе, если темнота и все ходят, так не видно, кто в грязной одежке ходит, а кто в чистой. А представьте себе, бац и свет включили, а они все запятнаны, они все в крови. Потому что они ненавидят человека, они проявляют человека ненавистничественные энергии. Они все в крови, у них руки и зубы, они все страшные, ужасные, из них кровь течет. И это все видят. А они хотят это? Нет, они боятся обличения. И поэтому они будут кусаться. И у меня такого вопроса не возникает. Почему Илья, какое он дело вообще ко мне имеет? Чего он меня вообще всю жизнь трогает? Я три года уже работаю в этой сфере. Он только появился в прошлом году, и он пишет, мне это пишут, я не слышала этого, что я работаю, я, Виктория, работаю, потому что он не разрешает. Вот. Люди мне пишут, а вот Илья там говорит, Вика там сказки рассказывает. Ну, конечно, сказки. Психология, по сравнению с эзотерикой, то это для него сказки. Да? То есть, вопрос, или человек вообще не понимает, как это работает, но это касается всех остальных. То ли это он специально делает. Так и что, я буду бегать за ним, и что ты кусаешь меня? Это его право. То есть, когда мы вот это удивляемся, да как он так может? Сразу мы туда отдаем свою энергию. А где наша энергия? Это привязка. А где наша энергия? Там наша жизнь. То есть, вы туда отдали. Давайте забирать. Я еще почему-то, когда дышу, воросну, а зубы стучат. Не знаю почему. Потому что, еще не продышались до тех пор, пока у вас будут эти блоки в физическом теле, вы не почувствуете эту свободу. Вы не почувствуете, а вы же должны свободно почувствовать. Освободиться невозможно, прийти на сеанс. Некоторые думают, а, я буду лежать на диванчике, приду, и мне кто-то там что-то сделает. Такого не бывает. Никто ничего не сделает. Чтобы вы понимали. освобождение не происходит, если человек не работает сам над собой. Таких эзотерических практик полным-полно все работают по одной схеме, выключают человека, исключают из процесса осознания, осознанности. Кому это на руку работает? Это работает на руку темным. потому что только через осознание своих ранее неправильных принятых решений можно освободиться. И по-другому никак. Другого пути просто не существует. Ты в эфирном пространстве? Да. Хорошо. Тогда на счет три ноги в эфирном пространстве эфирное тело Ирины. Ирина, один, два, три. Появляются такие вот эти бусы как бы раскрыты. Какие-то руки вот так без глубины подают эти бусы. И там в секторе интерферентов такая морда появляется, которая это забирает. И также один конец этих бус вот так идут идет в сектор магии. И это как будто какая-то черная пелена. Все уходит. И идет, выходит как бы вот так вот выходит такая Ирина шар такой огромный светящийся на голове вот здесь вот не на голове а на шаре на сфере такая штуковина черная как будто бы погрызена как раны такие как струб и тянется такая черная подключка в сектор магии. В секторе магии я вижу находится ведьма и у нее в руке вот этот такой кулончик считывается слышу серебряный с этой звездочкой восьмиконечной вот много этих и она вот этот кулончик серебряный вот так переносит и сюда Ирине в программу жертвы ясно сейчас Вика считай эфирное ДНК Ирина ли это да это она и спроси у нее разрешение на работу с ней для нее да она разрешает так ну что тогда начнем с этой ведьмы с кулончиком который в секторе магии находится да прикажи сейчас этой ведьме проявиться в соответствии с ее эфирным ДНК она сначала вот так как будто бы такие штуки какие-то длинные разбросила как карты потом что-то вот так вот делает и образовался такой как шарик небольшой я рассматриваю с одной стороны он как прозрачный так светится а с другой стороны черный такой вот как такой шар на двое разделен как будто он и вот этот решок черный в сектор интерферент ну туда вниз пошел это в секторе магии она находится над ней вот так с этого нижнего портала над этой ведьмой произрастает такой дух огромный 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 дух он ну такой какой-то корявый как дракон какой-то и у него так на шее этот кулончик цепочка а кулончик это ведьма держит в руках и вот это связано с программой жертвы у нее слышу дочь захватить дочь вот давай тогда посмотрим на что это притянулось ведьма с этим духом вытаскивай из программы жертвы за ниточку потяни ту ситуацию которая там находится или решение я вижу там такой черный силуэт священника который ходит вот так с такой штукой кадилом наверное или как это называется и вот так вот размахивает и такой от этой штуки курение я слышу идет такой дым прямо к этой ведьме она вдыхает это катила ну вот этот дым так вы посчитывается как принести в жертву и это я вижу у Ирины прямо идет такой как стержень сердечную чакру и там открывается этот стержень вот так как будто дверца какая-то открывается считывается предать себя это на программу предательства программа предательства она работает вот есть эти вибрации не имеет значения себя предаешь других предаешь вот это предательство это связано с продажей квартиры тоже на это притянулось сейчас я посмотрю я захожу прямо туда вытаскиваю эту ситуацию я вижу момент рождения женщина рожает мать ее рожает со стороны интерферентов сразу идет на рожденного ребеночка атака я вижу как мать родила и отвернулась а ребенка понесли и такое в эфирном плане это вот как будто бы ухватил какой-то черт энергия такая ухватил ребенка и убегает уносит и вот я вижу ребеночек лежит в отдельной кроватке закутанный как штруцель такой за вот все замотано и сосет такую штуку пустышку вот теперь Вика зайди в тот момент когда Ирину унесли от матери после рождения и считай информацию что она чувствовала в этот момент она чувствовала предательство со стороны первотворца тоже отчуждение от дома от родного дома сразу идет вот такое я вижу как противостояние противодействие ну как физики действия противодействия то есть здесь ее как бы украли момент такой как будто бы ее выкрали я вижу как душа она в таком замешательстве ясно ясно тогда пусть Ирина сейчас своим теперешним сознанием зайдет в тот момент проанализирует его вот и как-то изменит или свое отношение или эту ситуацию изменит пусть может маме выскажет за то что не защитила ее что она хочет сделать я вижу что она матери показывает книгу которая какой-то сейчас я смотрю а в этой книге она рассказывает как нужно рожать детей и мать отменяет это рождение рождает как естественным путем я вижу что доктор который принимал он как ведьмак в секторе магии и сейчас я вижу как мать выталкивает ногами его и она вот бежит как бы догоняет эту энергию которая украла ребенка и возвращает себе я вижу она рожает ребенка дома вот возле окна такой домашней обстановка дома ткань узкая кровать она лежит и две женщины возле нее женщины такие сияющие я вижу как рождается ирина и сразу ее ложат на грудь и там вот это место детское место оно так сияет оно сияет оно такое сначала серенькое было а потом она сияет вот так прямо лучами такими я вижу как это детское место вот так с матери выходит и идет как первотворцу сияет как солнышко и вот в этот момент вот так как бы вырвало от груди матери и она уже большая прямо сидит уже в секторе первотворца уже взрослая то есть она говорит спасибо мама и вытаскивает вот эту из пупка черную энергию она вот через сектор магии тянется и захлопнула дверь я говорю чтобы она уничтожила все чужеродные энергии воздействия в ее пространстве наполнялась светом и в этот момент я вижу как ее корень сердечной чакры отрывается от сектора интерферента и вот так вот прорастает первотворцу или он такой сначала как древесный на вид ну как корень а потом сразу засиял так сильно что ее даже как больно было потому что вытолкнулись такие какие-то энергии темные все посыпалось как прах в секторе интерферента отлично и сейчас она стоит в сфере первотворца и вот так вот смотрит слышу переход совершила да сейчас я говорю что она может отменить момент крещения своей дочери принесения в жертву свое решение крестить дочку приносить ее в жертву пусть она своим теперешним сознанием зайдет в тот момент и отменит это свое решение я говорю чтобы она дала карму этим это ее решение вот этот священник он буквально вот так стоит огромный такой вот и сейчас он уменьшается она отменяет это решение вот эту программу жертвы принесение себя в жертвы и других она работает тоже одинаково выбрасывает я вижу как эта ведьма просто глотает это эту черную энергию и этот кулончик уходит в сектор интерферентов и я вижу как Ирина вот эти какие-то как карты такие длинные штуки черные вот выбросила из своего пространства так и поднимается вверх я говорю чтобы Ирина отменила все походы и все любую связь с антимиром с этими эзотериками и очистила а кулон нужно выбросить я слышу выбросить вот ну пусть Ирина сейчас отменит свое решение приводить свою дочку к этой ведьме пусть она своим теперешним сознанием отменит это решение в том моменте когда она его принимала она не должна дочку спрашивать она должна просто выбросить она же приняла решение на физике и она имеет право на физике принять сейчас решение то есть она сейчас я вижу что ее дочь как будто бы этим кулончиком привязана вот к такому столбику это мы видели уже принесение детей эзотерикам в жертву вот спинкой стоит к этому пинтеру вот и этим вот кулончиком она привязана вот вот так по этот кулончик на пятой чакре а цепочка вот так держит и вот эта программа чтобы жизнь ее как бы ну слышу но как бы била постоянно ну понятно понятно пусть Ирина сейчас дочке передаст информацию о этой проделанной работе в этом кулончике о освобождении если между ними есть какая-то привязка пусть она уберет из своего пространства оно не убирается потому что на физике она это не сделала я вижу как эта ведьма проявляется в секторе магии и она так смеется а этот кулончик снова появляется в секторе жертвы у Ирины и давит и давит он и Ирину давит и и дочь давит дочь ну и у Ирины тоже горло да из-за этого причина да 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 потому что это одни и те же программы одни и те же вибрации нельзя предавать другого не предавая себя когда человек что-то делает кому друг ну человеку это он себе плохо делает если он лжет на другого это он лжет на себя на свою душу если он приносит таким образом жертву другого он думает что он другого принес жертву на самом деле он свою душу принес жертву потому что он отрезает себя от древа жизни ясно так хорошо ну на физике с кулончиком этого Ирина сама уже решит но оно не сработает до тех пор пока она не решит ясно так хорошо Вика посмотри на эфирные тела Ирины как сейчас она выглядит опиши в пятой чакре находится вот это я слышу решение этот кулончик у нее прямо в горле и связывает одной одной стороной цепочка в сектор интерферента а другой цепочкой в сектор магии так ну на физике Ирина куда-то ушла возможно выбрасывать этот кулончик возможно потому что я вижу как она вытаскивается из ее пятой чакры такой черный этот как шланг черный такое толстое черное и она вот вытягивается в сектор интерферентов и начинает сиять ее пятая чакра и она поднимается вверх я говорю чтобы она отсекала она как будто молотком вот так стукнула и карма пошла вот сейчас карма пошла в сектор интерферентов от нашего первотворца с нашего пространства черная энергия идет туда с сектора интерферентов выплывает ее душа часть ее души которая за собой тянет душу ее дочери все я говорю чтобы она закрывала все порталы отказывалась полностью у нее с глаз выходят черные энергии тоже она отправляет это все в портал интерферентов хорошо пусть карму все отдает вместе с дочкой интерферентом этим и поднимается она сейчас ее вернула себе и сейчас именно полностью я слышу самоуничтожение вот этого ритуала жертвоприношения дочери через крещение произошел вот и она буквально вытаскивает дочь из такого как кишка такая прозрачная из нижнего портала так я говорю чтобы она своим теперешним сознанием очистила свою дочь и отменила все воздействия от интерферентов их родила естественным путем да она это хотела потому что я вижу при ее рождении точно так же как и сейчас она сама читает эту книгу и она отменяет хорошо да отменила и так хлоп дверь портала захлопнулась и она берет дочь и так переносит ее к первотворцу я говорю чтобы она в том моменте отсекла эти подключки которая вот идет к дочке через ее пуповину вот она отрывает и пуповина вот так вот отсюда прорастает к первотворцу отлично да и она вслед она вот так дочку по как в такой фрактал возвращает к первотворцу и сама вот держит и сама вслед за ней идет и сейчас перешла в этот сферу вот сфера влияния первотворца отлично сейчас я говорю чтобы она оценила свою ситуацию чтобы она сейчас просканировала все свое физическое эфирное все тела и во всех измерениях избавилась от всех блокировок психоэмоционального характера на уровне физики и на уровне психосоматики и вернула себе настройки первичные и свое эфирное первичное ДНК да пусть она найдет сейчас эталон своего эфирного ДНК пусть она приготовится и на счет три я посчитаю и она приведет все свои тела в соответствии с этим эталоном пусть она готовится на счет три это произойдет должна сказать как это интересно выглядит как будто бы от первого творца вот с той стороны такой светящийся как ангел дает ей такую хромосоминку так вот пусть Ирина готовится на счет три это все произойдет один два три а теперь я вижу какое-то лицо секторе первотворца вот там с той стороны так считай что это за лицо чье это лицо это ее родственная душа он ей протягивает руку так ее целостность и она проникает вот еще выше туда и начинается вот это вращение как процесс я слышу омоложение и целостность отлично отлично и я вижу что в этот момент оторвалась такая прозрачная штука от ее ног которая тянулась туда вниз нижней порта ее энергосфера сейчас сияет и появились ее хозяева они называют себя хозяевами в секторе магии так это с работы да 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 так пусть они проявятся в секторе магии в соответствии с ихним эфирным днк как они выглядят они выглядят как будто такой дракон держит три такие штучки на пальцах два по моему один мужчина она четко прослеживается и кто-то еще а этот кто-то как такой хрустальный и тянется черная подключка вероятно кто-то кому-то обращается еще к ведьме какой-то это все как бы на одной руке так и я вижу как Ирина вот сделала вот так ха и такая черная энергия на них вся ушла и вот с программы жертвы вот этот канал весь очистился и она поднимается вверх я говорю чтобы она приказывала пусть они забирают они что-то деребанят что-то они там никак не поделят я слышу энергию жизни они вот так знаешь как будто бы один у другого начинают вырывать не хватает ага ну в любом случае пусть Ирина приказывает им убрать все воздействия от себя пусть она запрещает им и запрещает себе отдавать эту жизненную энергию и пусть за вмешательство в ее пространство призывает карму да я ей говорю чтобы она все привязки вот эти и муж проявился с жор вот в секторе магии я говорю чтобы она эту привязку отдала и отменила это решение отдавать свою энергию в этот момент она это сделала фактически от сектора интерферентов забирает свои частицы души я говорю чтобы она стала свободная и избавилась от любых привязок да от всех людей которые находятся в ее пространстве пусть она найдет все привязки и уберет их из своего пространства да от всех людей ситуации от всего всего вот мир такой какой он есть и люди такие какие они есть и когда мы разрешаем людям быть такими какими они есть то вот этих привязок но не происходит то есть вот это удивляться ой а как он может нельзя никогда вот ну как же это можно да можно все можно они же в своем пространстве тоже имеют право быть злыми лагунами эзотериками колдунами это их право это их выбор наше дело не имеет ничего общего с ними хорошо пусть Ирина полностью очищает свое пространство от всех этих людей скажем так пусть поднимается выше да так как она сейчас она сидит вот так в таком кресле так осматривается говорит я дома ну отлично отлично и вот эта связь с первотворцом вот так идет сердечной чакры к первотворцу переход начался идет полным ходом отлично ну спроси у Ирины все ли мы для нее сделали вроде все оно всплыло все разобрали да хорошо и она вот звучит я позволяю себе быть собой это то что ее скажем так эфирная часть хочет передать рационально да да ну отлично хорошо Вика я думаю она ей передает надеется только на все лучшее да это как раз и формула успеха думать только о хорошем надеется только если ты чистый человек то в твоей жизни ничего плохого не произойдет потому что вся вселенная защищает тебя и мы живем в это время в которое карма настигает просто моментально тех кто вот это терроризирует тех светлых душ да хорошо Вика все давай с Ириной прощаться отсоединись от всех от всего да проверяй пространство вокруг себя все ли чисто и будем выходить да все чисто хорошо тогда сейчас я посчитаю от одного до трех и ты вернешься в настоящее откуда я с тобой разговариваю 1 2 3 открывай глаза здорово вообще ну теперь понятно вот этот принцип не дотрагиваться ни к чему темному да то есть мы не должны жалеть ничего серебро ничего не стоит на самом деле понимаете как это кусочек серебра который там вообще ничего не стоит жалеть то есть вот самая вот понимаете вот этот принцип отвержения всего темного вот не смогла объяснить выкину полностью пока мусорку выкинула сейчас на улицу смотрите оно сразу сработало сразу было видно как вы вытаскиваете эту черную штуковину я когда подарила крестик своей крестнице даже не крестница я же ее даже не крестила короче это не крестница я никого никогда не крестила это моя сестра родила девочку и назвала ее в мою честь я подарила ей цепочку золотую с крестиком буквально через год я поняла что это неправильно я сделала и я приехала и говорю Люда а есть у тебя еще этот крестик есть конечно она достает из шкатулочки я вынимаю этот крестик я говорю это нельзя и я его выбросила в уборную в мамином доме то есть цепочка осталась а крестик выбросила и он не был ни посвящен ни из церкви просто в магазине куплен вынимаете то есть не должно у нас вот от этого быть что что жалко такого нет вы и смотрите вы принимали тогда решение и вы сейчас тоже должны принять решение ребенок был маленький он не отвечает за это не ее была инициатива и это не ее решение и вы не можете понимаете как это хитро сделано вот я приняла решение а пусть перебросить эту карму на дочь это так переброс кармы происходит то есть вот эта ответственность за принятые решения и как оно проявилось оно проявляется понимаете проявляются эти вот проблемы только тогда когда вы их осознаете почему эта штучка не всплыла на прошлом сеансе потому что вы принимаете это как свое как свое родное и это доказательство еще одно доказательство того что никаких чудес не бывает никто не может сделать никакого сеанса человеку если там нет осознанности поэтому даже если удается расторгнуть какой-то контракт а человек это не осознает все возвращается обратно потому что практиковать свои решения нужно на физическом плане каждый день принимать свои решения то есть идти по дороге это представляете я поставила в навигации от точки а попасть в точку б каким образом туда можно попасть в эту точку б только тогда когда будешь идти ехать 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 пока туда не доедешь а если человек выставил маршрут от точки а точку б а потом начинает вилять влево вправо а потом вообще возвращается обратно то каким образом он попадет у него точка б называется свобода называется возвращение к истокам к своему к вечной жизни к вечному нашему первотворцу к конам вселенной вот как он туда может попасть если он виляет то влево то направо то там эзотерика то там штучки то там какие-то еще то там еще какого не бывает и вот эти все эзотерики вот эти все регрессологи которые занимаются фактически эзотерикой которые не понимают как оно работает они людей они сами заблуждаются потому что они в своих иллюзиях живут и заблуждают других это как в библии написано слепой ведет слепого сам упадет и те кто за ним идет тоже упадут сейчас на данный момент самое важное совершить этот переход мы это увидели где-то две недели назад начало началось да я смотрю сеанс да ваш я так понимаю что все работы тоже нужно решать как-то да наверное искать другую просто вот это вы сами уже вот сами на физике и решайте я сама по себе никакие еще хозяева все понимаю работу искать другую и квартиру менять чтобы с мужем уже как бы не жить все-таки смотрите все решения должны быть гармоничными они должны идти в гармонии с вашим вы возрастаете внутри очищаетесь от этих блоков от этих страхов у вас страхов у вас вырастает доверие к первотворцу к нашей вселенной и тогда эти ваши решения они просто придут сами собой не нужно никого насиловать ни себя ни обстоятельства не нужно ломиться в закрытые двери перед вами 150 дверей и только одна открыта дайте возможность вселенной перед вами разложить вот эту всю свою красоту и направить вас туда куда вам нужно а вот там душно-родственная в секторе первоисточника она интересна как она как бы там просто есть или он как бы воплощен вот так вот смотрите сектор первоисточника это так ну очень образно говоря да это наши сферы высшие духовные сферы куда не могут добраться темные да то есть это наши эталонные сферы и это означает что ваша родственная душа то есть ваше высшее я соединилась с высшим я вашей родственной души и вы получили сейчас это ваше эфирное тело уже самодостаточное вот сейчас ваше вы можете идти по пути встречи вашей родственной души я знала имя своей родственной души еще 12 лет назад когда меня муж сильно обидел в очередной раз и мне так было я в себе раздумываю лежу так и раздумываю ну что же это такое у меня же такие цели всегда в жизни были я же такая чистая у меня же было всегда желание вот быть с родственной душой почему у меня в жизни все наперекосяк я столько я даже не умею зло людям причинить и я если бы даже хотела и этого делать не умею и никогда не умела ну как же как же моя жизнь вот так неужели у меня нет даже родственной души чтобы жить вот чувствовать себя полноценным чтобы не нужно было бороться чтобы не нужно было кому-то что-то доказывать вот и задала вопрос если у меня душа родственная душа думаю может у меня вообще нет может потому что я чувствовала что я одна я одна я всегда была одинокая и я тут чувствую да слышу есть и это задает дорогая моя душа скажи мне пожалуйста имя и я слышу его имя после этого я начала видеть эти картины с нашего прошлого воплощения я видела как мы расстались я видела его лицо когда я его увидела впервые я сразу его узнала и сразу его почувствовала потом шли картины как мы расстались шло что мы пришли с миссией и что наша миссия была соединиться и его миссия сейчас чтобы мне дать эту целостность полноценность чтобы я могла выполнять свою миссию потому что человек неполноценный который живет не с родственной душой а который просто манипулирует мужчиной с которым живет эксплуатирует его и фактически крадет его у его родственной души то этот человек не может подарить целостность другим то есть он не понимает что это поэтому когда мы начали с Тарасом работать я с этим мужчиной начала встречаться хотя я его уже знала до этого познакомилась полгода перед этим Тарас моментально встретил свою родственную душу и это у нас это не единственный случай у нас те люди которые работают над собой они встречают именно не мужчину или женщину а свою родственную душу если бы ваша душа родственная была бы женатой или такое невозможно это невозможно невозможно потому что я думаю если он женатый будет то я его встречу хочу делать слушайте да не думайте про что вы все плохие варианты думаете сразу если он женатый он на тот момент должен быть свободный он должен быть свободный то есть он если он должен интуитивно на подсознательном уровне все души знают друг друга он должен если он женатый этот вопрос свой решить то есть он будет свободен вы почему знаете что это ваша родственная душа во-первых он будет похож на вас во-вторых это будут какие-то синхронные события у нас настолько много синхронных вещей с моим своей родственной душой что это это просто я даже хочу книгу написать коротенькую чтобы люди понимали как распознать свою родственную душу как ее найти как не идти и насколько это важно потому что если человек нецелостный понимаете он может и не встретить свою родственную душу в этом воплощении такие события но если он направлен а где родственные души находятся в секторе первотворца то есть вот в нашей чистой вселенной и человек если до тех пор пока он пока он не встречает свою родственную душу он соединяется как бы с конами первотворца и он все равно встретит свою родственную душу а мы с моей родственной душой мы жили в Европе а потом мы были здесь или то есть мы расстались вот именно на американском континенте именно здесь я его видела много раз в этих я видела как мы расставались как это было больно вот и именно мы в одно и то же время приехали в Америку только я в Нью-Джерси а он в Майами и я даже чуть не вышла замуж у меня же был жених я же была обручена у меня кольцо было на пальце с бриллиантом и я вдруг почувствовала крик и зов родственной души через два часа я уже собрала вещи и я кольцо обручальное положила я переехала даже три недели уже пожила у своего будущего мужа я кольцо положила на я была знакома уже со всей семьей я уже ездила в его страну это все меня уже знали вся семья меня знала это понимаете это вот или ты ценишь то что тебе навязали что это прилично или неприлично мы не ругались ничего я просто ставила кольцо погрузила вещи и уехала он был в шоке наверное ну я не знаю я с ним не ругалась ничего я не хотела не выяснять отношения но он понял что я так решила все ну пытался вернуть меня я сказала нет и все на этом конец и буквально я встретила через несколько дней своего и через полгода мы начали встречаться серьезно так как так что это это очень очень важно доверять вселенной и себе доверять вселенной и я вам скажу что вот это чувство любви к первотворцу к его чистым конам священным это как раз и есть наша защита потому потому что когда мы творим добро то мы буквально как будто бы отдаем эти распеченные угли на головы наших врагов так что мы не можем быть гностиками тот кто пытается доказать что мир живет сам по себе по каким-то своим законам что бог не вмешивается в дела людей это неправда это неправда я вижу на наших сеансах как эти светлые души кто они там я не знаю ангелы то есть те которые существа духовные они наблюдают за нашими решениями и они просто ждут чтобы мы приняли правильное решение чтобы мы пошли по этому пути жизни первое вы познали как мы вас всех любим вот тех которые выбирают жизнь понимаете и так обидно за этих людей которые чуть-чуть уцепились за эту возможность освободиться и их вот эти демоны утаскивают обратно а это так горько на это все смотреть но я чувствую уникальное создание уникальное создание чистое потому что она всегда с молодости ждала свою родственную душу вы представляете то есть она не поддалась вот мне 20 лет я такая старая мне надо срочно выходить ну это как менталитет дождалась и дождалась вы понимаете это же уникально просто настолько вот эту чистоту она свою сохранила это это просто мне так нравится как они общаются он такой большой она маленькая вот он так бережный вот как вот должно быть на самом деле это я вперед бегу всех тыщу и вот это вот все просто нужно уходить поэтому когда вы будете осознавать что где-то есть ваша родственная душа нужно еще распознать ее потому что перед родственной душой обычно приходит как суррогат заменитель то есть тот который как бы выдает себя это как проверка понимаете вот поэтому нужно быть внимательным слушать свою душу и верить суррогат суррогат